Поселки Амдерма, которую еще сравнивают с городом-призраком Припятью, несмотря на значительно разрушенную инфраструктуру поселения, размеренно течет жизнь. С рабочим визитом накануне там побывали глава администрации Заполярного района Олег Холодов, представители исполнительных органов региональной власти. Рабочая делегация осмотрела сердце поселка, Амдерминскую дизельную электростанцию. В ходе реконструкции дизель-генераторного комплекса здесь произошла полная замена оборудования на современную адаптированную технологическую систему. В 2015 году был установлен первый на Крайнем Севере альтернативный источник энергии – ветродизельный энергетический комплекс. Однако за несколько лет работы стало ясно, что выработка им электроэнергии достигает лишь 3% от общего объема, и фактически нагрузка на дизельную электростанцию осталась прежней. Для обеспечения работы ДЭС в рамках опережающего северного завоза в Амдерму в полном объеме были доставлены энергоресурсы. В Амдерме у нас определенное время с конца осени прошлого года по весну этого было напряжено с топливом. Вся эта ситуация держала нас в напряжении. Но все закончилось к общему удовольствию. 13-14 числа два дня судно раскачивалось, подошло к Амдерме, и за 13-14 число полностью весь объем дизельного топлива, это 1800 тонн, было раскачено в Амдерму. Из них 1700 для нужд северного сервиса, для обеспечения топливом, электроэнергией поселка до следующей навигации, и 100 тонн для нужд аэропорта. Представители власти осмотрели местную свалку, где в данный момент мусор укатывают тракторами, в дальнейшем же планируют вывозить на мусороперерабатывающий завод. Также инспектирующие оценили работу водозабора, снабжающего жителей поселка питьевой водой. В ходе осмотра объектов представители Департамента образования, культуры и спорта Ненинского округа проверили школу, детский сад и строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс. В данный момент на объекте проходит много сезонных работ. Однако вопрос его передачи профильному департаменту остается открытым. По итогам детальной инспекции подрядчику были сделаны замечания по уже установленным дверям, которые оказались слишком тонкими для северной зимы, есть замечания и к покрытию спортивного зала. Мы еще посмотрели покрытие, которое пришло, и нас это немножко удивило, потому что покрытие, на наш взгляд, не очень соответствует именно спортивному покрытию, которое должно быть в зале. И с этим вопросом мы сейчас будем разбираться, потому что они должны представить все соответствия покрытия на объекте, потому что это может, так сказать, не стать залом. На данный момент выполнены отделочные работы и оборудованный зал для настольного тенниса, тренажерный зал. Добавлю, объект планируется сдать к середине октября. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».